Здравствуйте, товарищи инженеры! У нас могучие фиксики, у вас перерыв на обед, и мы продолжаем строительство нашей макаронной фабрики. Это игра Факторио с глобальными модификациями от Боба и Ангела. Что ж, традиционный обзорчик небольшой. В общем, в прошлой серии было развернуто депо наше под ЛТН, и назначена перевозка руды, точнее угля вот отсюда, в наш хаб. Это что сделал я? Сделал это я после того, как подключил синие банки. Синие банки были у нас сделаны... Так, где я их сделал? Сделаны вот тут. Здесь все у нас подвозится поездами. Делается, идут технологии. Технологии пока не идут, потому что их надо включить. Сейчас я их включу. Так, а фиксики наши могучие сделали у нас вот эту разметочку. Вот в этой серии, я думаю, они тут немножко дальше углубляться будут по обороне и отжарят территорию. И я им дал поручение подключить вот эти два месторождения угля. Потому что я хочу сейчас настроить... Эта серия будет рутинной, сразу напоминаю. Сразу говорю и предупреждаю. Все в целом. Я хочу настроить подвоз угля сюда и отсюда уже ЛТН уголь развозить по всем производствам, где он нужен. Вот. И отключить бесконечные руды после этого. Сейчас, чтобы просто голова не болела, чтобы это все в попыхах не делать, все переведем на обычный уголь, а потом все начнем подвозить уже с конечных источников. Бесконечные что-то руды, не знаю, не надо было их включать. Мешаются они. Примерно так. Ладно, начнем потихонечку туда заниматься этим всем делом. Собственно, по поводу ЛТНа. По поводу ЛТНа и по поводу хаба. Мне нужно сделать так, чтобы у меня был контроль. Я вот в это место, вот на эту станцию, буду заполнение делать. Ну, ладно, давайте я туда подойду и поясню свою мысль. У меня хаб в данный момент немножко не отвечает моим условиям, какие мне нужны, поэтому я проведу небольшой хотфикс. Вообще, его нужно немножко пропатчить будет и новую схемку поверх бахнуть, и уже будет готовая, уже доделанная схема, чтобы были некоторые, несколько больше инструментов для контроля. Потому что в данный момент мне этого не хватает. Так, и возможно... Возможно, возможно... Возможно, некоторые какие-то модификации я тут ручками сделаю. Так, значит... Куда у меня привозят? Привозят у меня сюда. Уголь я буду привозить на одну ЛТН-станцию. Выгрузку я немножко поменяю, наверное. Хотя можно и так оставить. А, можно поменять. Потом, если что, переделать. То есть сейчас пока что фиг с руками будет идти. К сожалению, не учел о некоторых моментах. Все круто, но делайте руками. Это называется. Так, уголь, значит, должен выгружаться вот у нас вот на эту линию. Дальше идет сюда. И на эту станцию подается. Вот где я как раз стою. То есть вот эту станцию я и буду контролировать. Красный провод у нас отвечает за нижний бак. Зеленый отвечает за верхний бак. Так, учитывая... Учитывая то, что поезд с ЛТН-ом будет переезжать вот сюда. Я эту станцию сейчас сниму. Вот, поставлю сюда ЛТН-овскую. Серия будет про ЛТН и про все остальное. Вот, станция будет ЛТН-овская. Я ее назову сейчас. Хоп-аут. Хоп-аут-кол. Что за название? Вот, хоп-аут-кол. Но мне не нужно, чтобы руда у меня с двух бачков отвозилась. То есть мне достаточно одного бака. Этот момент я тоже немножко не учел. Нужно каким-то образом этот момент будет, наверное, в фиксах моих поменять. Вот. Фиксов моих поменять. Но в данный момент я это колхозно немножко поправлю. То есть делаем вот так вот. Я запрос буду делать только в один бак верхний. Что два бака мне тут не надо. Здесь я назначаю уголь. Чтобы сортировщик уголь вез сюда. Напомню, что схемы... Я все эти делаю просто на ходу. Поэтому допиливание тоже будет происходить на ходу. Так, запрос угля. Делаю вкл. Все, в верхний контейнер у нас будет идти уголь. Но чтобы он полностью поступал, я вот такой хотфикс сделаю. Сейчас он будет поступать со всех баков, которые у меня вот здесь находятся. То есть схемка она учитывает. Половина баков идет для верхнего, половина для нижнего. Единственный мне момент, который здесь не нравится. Это очень долгая загрузка в поезд. Поэтому я это немножко пофиксил. Опять же, колхозно фиксим. Постараюсь на выходных схемку эту допилить, чтобы она работала как надо. Пока что делаем фиксы руками. И переводим все на LTM. Ход-выход. Ход-выход. Все, сейчас должно все довольно быстро у нас выгружаться. Из бачка в паровоз, который приедет вот сюда, вот на эту станцию. Хаб-аут-кол. Уголь отсюда я буду развозить по всем источникам, где он будет требоваться. В одном вагоне пока что. Дальше посмотрим. Не знаю там, насколько это дальше потребуется. Так, здесь опять же, зря, наверное, вот это все стоит. Оно, возможно, тут не понадобится. Но для унификации схемы я это оставлю. Что схема может работать и так, и так. Единственное, что нужно подправить настройки. Так, естественно, вот в этом манипуляторе то же самое нужно заказать. Единственное, что вся руда пойдет вот в этот бачок. Потому что я вот схему здесь переделал. Этот бак будет пустой. Сейчас, значит, с этих двух комбинаторов идет запрос у нас по красному и зеленому проводу. Запрос у нас идет, как мы можем видеть. Ну вот, наводим. Все, вот по этим проводам. То есть, вот эти все 8 баков будут заполнены. 7, 8. Сейчас нужно сделать так, чтобы я мог считывать данные, сколько в этих бачках находится угля. То есть, я, по сути, при вас сейчас сделаю фикс схемы. Потому что когда вот в этом бачке, например, станет очень много, вообще много угля. Когда-нибудь это произойдет, наверное, лет через 150. И вот в этом бачке станет много угля. Вот в этом. Тогда мне не нужно будет уже в эту схему, не нужно будет сюда возить уголь. И вот этот запрос нужно будет отключить, пока угля не станет меньше. Иначе будет переполнение и будут проблемы. Логика здесь довольно простая. Довольно легко это сделать. Так. Ну, может быть, кому-то и сложно это сделать. Ну, я не знаю. Я проблем здесь не вижу, поэтому я сейчас это все подключу. И поясню, как это должно работать. Пока что, опять же, колхозно. Когда буду схему делать, я, возможно, за кадром это перефиксю. Кто не знает, shift-левая кнопка мыши отсоединяет все провода со столба. Столбы мне сейчас тут нужны. Вот, столбы нужны. Я при этом контролирую дальность. Столбы нужны, чтобы мне прокинуть мои логические провода сюда. Так. Сюда один. Точно так же я с него все скидываю. И вот этот бак. Последний. Сюда тоже нужно поставить. Так. И точно так же нужно с него сцепить провода. Теперь. Сейчас главное не перепутать, где как и провод идет. Чтобы дальше понимать. В общем, вот эти манипуляторы у меня по красному проводу контролируются. То есть, они подают в этот бак, в этот, в этот и в этот. Соответственно, я с этого бачка цепляю красный провод. К нему никакие провода не идут, поэтому тут не запутаться. Красных проводов у меня нет, поэтому их нужно скрафтить. Скрафтить я их, скорее всего, сейчас не смогу, потому что у меня не хватает материала. Потому что я натормозил. Молодец я. Изолированный провод. Блин, придется идти крафтить. Ну ладно. Красные, значит, провода сюда идут. Может быть, вам немножко тут непонятно, что происходит. Но я буду играть в армянское радио. Два, три. Точнее, в чукотское радио. Что вижу, то и пою. Я для начала просто зеленый отсюда подсоединю. Зеленый провод отсюда беру. Для того, чтобы синхронизировать вот с этим запросом. То есть, вот этот комбинатор делает запрос ресурса вот в эти четыре бачка. Поэтому я сюда зеленый провод отцепляю. Ну и, соответственно, со столба перекину его сюда. Так, где там у нас следующий? И вот на этот столб. И все. И дальше я буду отсюда снимать сигнал. Сигнал того, сколько там угля находится. Так как я понимаю, сколько у меня способностей хранения этого бачка. 700, сколько там? Там 50. Где-то написано. Так, склад. 768. Я могу на один стак умножить и посчитать, сколько максимум угля сюда влезает. Дальше здесь ставится комбинатор, который работает в режиме гейта. И если условие не удовлетворяет, то гейт этот не пропускает. Вот это все. Соответственно, станция L10 перестает работать. Все просто. И еще нужно будет здесь на станциях сейчас назначить сети, но это чуть попозже я сделаю. То есть, эта серия вся будет про уголь, про настройку, про оптимизацию, доведение до ума. Возможно, кому-то данные меры как бы интересны, данные мероприятия. Поэтому, добро пожаловать на серию рутину. То есть, эта рутина у нас такая комбинаторная, логики и все такое. Вот это, кстати, паровоз мне тоже не нравится. Он ездит бесконечно, его тоже надо на L10 перевезти. L10, кстати, можно задать, кто не в курсе, количество поездов, которые у нас... А куда я иду? А, я иду на хаб. Количество вагонов, которые у нас в составе присутствуют. То есть, состав с двумя грузовыми вагонами, он включает три вагона. Состав с одним грузовым вагоном включает два вагона. Учитывается как локомотив, так и грузовый вагон. Вот такие дела. Так, зеленые... Мне бы и зеленые надо провода-то сделать. Так, как они у нас там делаются? Нужен изолированный провод. Изолированных проводов я пока делаю, я не могу. Где-то колхозиво было сделано под изолированные провода. Нужно олово. Нужна резина. Где-то это у меня тут делалось. Слушайте, где-то... Вот. Резиновая резина у нас тут. Так, олово я наворую здесь. Как раз буфер. Медь у меня имеется. Сотка. Ну, этих тоже. Да, вообще, на всю резину просто закажем. Блин, накидало уже. Окей, провода сделаются. Даже можно, учитывая то, что сейчас у нас логика идет, провода поставить сюда. И, чтобы не было простоя науки, меня просили, да и мне саму надо, во-первых, пояс. Во-вторых, транспортное оборудование, чтобы строить можно было проще. Пояс у меня находится... И пояс. Я тебя вижу, пояс. Где ты? Пояс, вернись. Так, чеки инвентаря. Блин, как он выглядит? Поясной оборудованием... Блин, проще пояску попробовать. Пояс для инструментов. Пояс для инструментов, инвентарь и транспортное оборудование 2 мне нужно. Вот эти вещи, чтобы проще можно было оперировать стройкой. Ну, остальное, по ходу дела, будем дальше внедрять. Вот мне говорили, почему ты изначально не делаешь ЛТН? Типа, сделал бы ЛТН, а потом банками занимался. Если бы я сразу начал заниматься ЛТНом, я бы на это время просто колоссальное количество потратил. И у меня бы в это время наука бы стояла. Потому что я бы просто до того, как ее внедрить, фиг знает сколько времени, я потратил бы на ЛТН. Поэтому задержка такая была в ЛТНе. Я изначально понимал, что у меня развитие будет именно так идти. В этом была проблема. Поэтому я вот так вот и сделал. Так что прошу понять и простить. А сейчас у нас... Так, а тут что за сундуки вообще? Сейчас у нас идет оптимизация. Оптимизация, настройка. И все такое. Так, уголь заказан. Значит, мне нужен красный провод. Красный провод нужно протянуть. Как я сказал уже... Где у нас столбец? Один тут. Красный провод с этого бачка цепляю. Можно, конечно, тут через триллион комбинаторов кучу фильтров написать. Но я не знаю. Тут и так спайдермен бы запутался в этом месте. Если я еще тут это буду все писать... Так, вот эта схема вообще она универсальная. Поэтому... Нет, здесь нужно раздельно делать. Мне нужно отдельно этот бак контролировать. Отдельно нижний. Короче, теперь ставим два манипулятора. Два комбинатора сравнивающих. Комбинаторы. Я вас вижу. Комбинаторы. Нет у меня комбинаторов. К сожалению. Блин, ну придется ждать, что ли, пока он сделается? Ну, алло. Короче, я с верхнего столба только заберу данные. И сделаю напрямую их. В общем, все сложно. Я на монтаже примерно 10 минут тупизны вырежу. Хоть это и рутина, но тупизна, она тут нафиг не нужна. И гейты назначу по поводу угля. Просто напрямую укажу и все. Если у нас... Так, здесь, значит, ставим один комбинатор и второй комбинатор. Если уголь у нас больше 150 тысяч, то на выход идет... На выход идет... Идут все сигналы в количестве одного. Так. Тут то же самое. И я сюда на вход подключаю зеленый. А сюда на вход красный. То есть, как только в баке становится 150 тысяч, из комбинатора выходит уголь значением 1. Хотя тут можно не уголь поставить, а, например, белый сигнал. Нет. Зеленый будет... Нулевой. А белый будет первый. Количество 1. И теперь вот этот товарищ должен у нас перестать... Даже нет. Тут по наполнению одного бака можно сделать так. Наполнение одного бака. Наполнение... Будут ли они у меня синхронно раздел... Да. Разделяться они будут одинаково. В общем, если 0,1... И здесь тоже 0,1... Если любой из этих баков, или тот, или тот, заполнится... Так, то я отключаю станцию до тех пор, пока любой из этих баков... Ну, какой-то из них не станет меньше, чем 150 тысяч. Они будут расходоваться одновременно. Потому что там в параллели все идет. Так что все нормально будет работать. И здесь нужно поставить гейт. То есть, если сигнал... Гейт примерно таким образом ставится. Вот здесь соединяем выходы красным. Тебя. И тебя. Если сигнал 1... Больше 0... То есть, либо 1, либо 2. Да? Нет, сигнал 0 у нас. Если сигнал 0... Больше 0... То на выход идут все сигналы входного количества. А выход у нас идет... Нет, нам надо поставить равен 0, иначе работать не будет. Ну, вот так вот. Или равен 0, или меньше единиц. Лучше сделать меньше единиц. Все, сейчас на выход у нас нормально работает. То есть, вот это у нас гейт. Сейчас поставлю исследование. Поясню, может быть, поподробнее. Что-то такое. То есть, как только один из баков... Повторяю еще раз. Как только угля в одном из баков становится больше, чем 150 тысяч, на выход у нас подается сигнал 0, равный единице. Либо в этом баке, либо в том баке, который по красному и по зеленому проводу считывается. Как только сигнал 0 у нас... Нет. Если сигнал 0 у нас меньше единицы, то на выход идут все сигналы, которые подаются на вход. То есть, все вот эти сигналы с этого комбинатора выходят на выход. Как только один из баков заполнился, соответственно, 0 становится равен... Сигнал 0, значение будет равно единице. Оно подается сюда, условие перестает выполняться. Вот этот гейт перестает работать. Вот эти значения выходные, они сюда не идут. Соответственно, будет вот такая ситуация. Выкол. Станция L10 перестает работать. Соответственно, поезд сюда не едет до тех пор, пока один из баков не освободится. Вот так вот. Придется 10-15 минут на монтаже вырезать. Серию возможно сделать из этого покороче, потому что тут тупизны много. Это надо сидеть без разговора думать. К сожалению, с разговором параллельно сделать это нереально просто. Я не знаю, кем тут надо быть, чтобы говорить и параллельно разработку вести. Это просто жесть какая-то. Попробовал, не получилось. Не работает это. Молча нужно все это делать. Так что вот, оставляю вот этот один столб. Этот столб оставлю на будущее. Возможно, когда-то схему эту я допилю, чтобы тут напильником ее не дорабатывать. Точнее, допилю ее, но когда, пока не знаю. Все, это оставляем. Так, станция на контроль погрузки угля у нас готов. Проблема сейчас основная в том, что я явно задаю уголь. Вот здесь вот. Тут нужно не уголь задавать, а задавать то, что у нас задается в комбинаторе. То есть сделать инверсию сигнала. Слушайте, а что я вообще-то... Здесь можно просто любой поставить, больше 150, хотя нет. Ладно, оставлю пока так. Думать некогда. Здесь нужно делать. Уголь нужно, потому что забирать, и ЛТН его развозить. Кстати, об ЛТНе. Нужно сразу сеть настроить. Я в прошлый раз этого не сделал, и ограничения по вагонам сделать. Чтобы сюда у нас ездил только паровоз в первой сети. Encoded Network. Так, а сеть у нас задается... Так, сеть у нас задается... Так, еще посмотрим. Депо провайдер... А, ну да, она бинарно кодируется. То есть степень двойки. Один, два, четыре и так далее. То есть у нас всего будет... Сколько? Тридцать две сети максимум. То есть сеть я здесь задаю... Подробнее будет в гайде пояснено. Network ID будет единичка. Следующая Network ID будет два, потом четыре, восемь, шесть, шесть, тридцать, два, шесть, четыре. Она кодируется битом. Это первый бит. Следующая сеть второй бит. Если по умолчанию ноль, то сеть разнообразная стоит. Сейчас она пока не будет работать. Отключится. Потому что везде нужно поставить сеть номер один. Оставлю сеть номер один, потом распределю, где какая сеть будет. Так и количество вагонов нужно задать, которые здесь будут работать. Это задается вот этим параметром. Минимум train length и максимум train length. То есть здесь максимальная длина поезда должна быть два. Максимальная длина поезда должна быть два. То есть локомотив плюс вагон. Сюда должны одновагонные поезда приезжать. То есть ID сети один, максимальная длина поезда два. Это нужно сделать везде, чтобы путаницы не было. Потому что схема рассчитана под двухвагонную, но она будет одновагонной. Я имею в виду грузовые вагоны. И здесь нужно вот это переделать, чтобы быстрее разгрузка шла. Это тоже нужно фиксить. Это я, к сожалению, тут немножко не учел. Что есть печально? Слева направо. Так. Слева направо. Вот, кстати, длину и кривизну пропатчили. Все нормально стало. Слева направо. И тут слева направо. К сожалению, это в blueprint не зашить. Поэтому нужно будет с этим как-то смириться пока что. Так. И здесь. Значит, здесь у меня уже настроено. Справа налево. Так. И вот эту LTN-станцию нужно обозвать. Я надеюсь, у меня нигде там поезд LT-новский не встал. Комбинатор. Вешаем сюда. Не туда повесил. Нужно очень внимательно смотреть, куда цепляешь провод. Так. Эта станция у нас будет Network ID 1. Поезда из первой сети будут тут работать. Так. Это у нас станция снабжения будет. Provide. И снабжать она будет тогда, когда здесь ресурсы у нас в бачке. Сколько там у нас в вагон 1 влезало? 8000. То есть, если тут 8000 есть, она включается. Все. Больше тут ничего не надо. Единственное, что нужно цепануть. Вот отсюда. Вот сюда. С этого бака. С этого бака подцепить. Так. Вроде этот столб не задействован. Чтобы сигналы не перемешались. Лампочку кинуть его. Так. 8000. Как только 8000 угля тут встанет, она начнет работать. Все. Станцию мы настроили. Значит, отсюда будет уголь забираться. Нет. Не настроил. Не настроил. Здесь опять же нужно уточнить, скольки вагонные тут экземпляры будут ездить. Потому что через один вагон хочу работать. Сразу сделай, чтобы не париться. Вообще, под это дело нужно влюпринт сделать. И влюпринт все переделывать. Все ЛТН сразу настроены. Но это чуть попозже. Так. Максимальная длина паровоза 2. Айдишник сети 1. И паровок срабатывания 8000. Все. Будет 8000 угля сюда перед поезд. Количество поездов, опять же, на одну станцию я ограничивать, наверное, не буду. Потому что они в накопителях могут стоять. Примерно так. Теперь нужно поправить немножко будут ЛТНовские сети наши. Сверху и снизу. Вот сколько времени на эту фигню уходит. А, говорите, ЛТН, давай вперед, банок. Здесь я сеть задаю. Единичку. Ну все, больше ничего не надо. Здесь нужно вот так сделать. И топливо успеть накидать. Ах, не успел. Пускай так будет. Так, это у нас ЛТН, это я копирую. Станция должна быть такая же. Правая, шифт, левая. Все, то же самое. Точно так же туда надо подключить. Эй, стой. Ком поехал? Подождите, я вроде все настроил, да? Так. Наверное, вниз поехал. Почему этому поезду не выдало? Ладно, привет, остановится. Я надеюсь, мне фиксики здесь... Да, фиксики сделали, фиксики молодцы. Так, что у нас готово? Готово у нас... Вот, я вот это еще хотел исследовать. Так, тут, значит, станцию. Она у нас снабжает углем. Если больше 7 тысяч. А, поезда у нас будут ездить сюда и туда. Это не есть хорошо. Куда паровоз-то у нас умотался? Где ты ездишь? Алло, вернись. Паровоз, вернись, я все прощу. Так, в таком случае... Сеть там нужна другая. Сеть справа нужна вторая. Здесь первая. Первая сеть у нас будет первичная, которая будет первичные ресурсы доставлять в хаб. Сеть номер 2 будет ресурсы доставлять из хаба по... О, ни фига. Из хаба по потребителям. Не хочу отсюда возить. Скорее, через хаб ездит. Понятнее так будет. По крайней мере, так не запутаться будет. Максимальная длина паровоза 2 и сеть номер 1. А тут я сеть поменяю на вторую. Сетей, конечно, не очень много будет. Будет. 31, 32. Сколько-то. Их придется настраивать. С космоса, к сожалению, не поменять. В этом беда. Так, здесь сеть номер 2. Так, сеть номер 2, снабжение, то же самое, 8. Все, можно тогда это, наверное, включать. Единственное, что меня интересует, куда паровоз уехал. Блин, встал, что ли, где-то? Слушайте, куда поезд уехал? Вернись, и я все прощу. А, вот он где встал. Депо 2, что-то здесь остановился. Что он сюда хочет доехать. Что-то я, значит, опять тут натупил. Ну, бывает. Не обращайте внимания. Сейчас будем фиксить на ходу. Оно вот, все вот такое вот. Я с этим, с этой монстрозностью первый раз играю, поэтому все на ходу. Приходится осваивать и комментировать одновременно. Так, секунды здесь, депо 12.10.3. Это у нас, понятно, все. Все сделал, станцию забыл переименовать. Ну, вот видите, вот такая мелочь вроде, да. Я не пойму, вообще, как она работает. Так, если я вот эту станцию переименую, она же у меня стоит красной. Лучше так пока сделаю, потом переименую. Ну, его нафиг. Поезда опять сейчас ездить начнут, куда не надо. Скорость рабочего дрона, это мне тоже пригодится. Ну, можно сундуки, конечно, сделать. До сундуков все равно тут еще просто километры на стройке. Эти поезда сейчас... Господи Иисусе. Хотя, надо, наверное, ограничить количество поездов, которые едут вот сюда вот. Ограничить их двумя штуками одновременного запроса. Потому что, если там больше будет поездов, начнется опять разъезды какие-то непонятные. Пускай будет два. Так будет правильнее. Четко надо ограничивать количество поездов. Количество поездов у нас вот здесь ограничивается. Два ставим. То есть, больше, чем два поезда сюда не поедут. И запускаем нашу тему. Сортировка поехала. В общем, сюда. Туда, куда она должна ехать. Сейчас, как только здесь станет меньше, чем... Сколько тут у нас задано? Порог-то срабатывания. Меньше, чем тысячи. Поезда у нас сюда поедут нагружаться. Один и другой. Единственная проблема. Поезда, скорее всего, на станции, вот на этой, на погрузочной, они встанут и будут дышать друг другу в зад. Ну, точнее, один другому. А здесь у меня хаба нет. Точнее, не хаба, а накопителя. С другой стороны, мне пока это не критично. Но можно тут сделать по-хитрому. Светофор можно поставить... Так. Светофор можно поставить вот тут. И второй поезд просто будет в хвосте ждать его, да и все. Мелкие, одновагонные составы, они без проблем влезают в это дело. Так, здесь у нас сеть вторая. Ничего путаться не должно. Так, здесь у нас сеть первая. Сколько осталось? 3,6. Блин, надо было руками сделать, чтобы проследить, просто что все работает. Ладно. Хрен с ним. Так, с одного места, значит, уголь я увожу. Сейчас надо уголь увозить с другого места. Значит, еще нужно две станции ЛТНом настроить, чтобы уголь у меня уезжал вот отсюда. Тут уже сделали подвод. Так. Зачем только в это место его накинули. Так, что за самодеятельность вообще? Что делать? Станцию можно было внутрь вот здесь впихнуть, и оно бы все работало. Ладно. Фиксики лучше меня знают, что мне надо. Запрос сработал. Я звуки эти, как говорил, уже отключу потом попозже. Так. Да, паровозить стал. А, хотя нет. Тут все нормально будет. Запросов там лишних никаких не пойдет, потому что всего одна станция. Второй пост не поедет. Станция занята. Так, хорошо. Доставка отсюда стала работать. Можно, в принципе, пока что отсюда запрос было бы не делать. Но это надо тогда второе депо делать. Хотя второго депо так-то, может быть, и не надо. Нет, второе депо нужно делать на базе, наверное, вот этого депо. Его сносить. То есть вот это депо будет перевозить руду от... Как он тут называется? От источника до хаба. Следующее депо со второй сетью, оно будет обслуживать уже от хаба до потребителя. Ну, я примерно такой логикой хотел руководствоваться. Но проблема в том, что пропускная способность в итоге будет низкая у всей этой системы. Но это, опять же, система начальная. Ну, кстати, склады вот эти логистические, тема неплохая. Можно исследовать. И вот этого челика тоже нужно как-то... Я себя бы никак настроить не могу, ну... Серьезно. Ну, скатается кругами. Здесь можно больше буфера сделать было бы. Ладно, раз уж начал настраивать перевоз угля вот сюда в хаб, этим, собственно, и продолжат заниматься. Сейчас тогда... Зачем они это сделали, а? Зачем это сделано? Не можешь сказать. Что это вообще? Такое. Почему это так сделано? Фиксики, остановитесь. Слишком много перификса, который мне не нужен. Мысли они читать, к сожалению, не умеют. И поставленную цель понимают так, как хотят, и так, как надо. Кто-то, кстати, у нас тут заошанил. Кому нужна медаль главная Ашан будет? Я тут видел, Влад бегал. Он что ли поставил? Кстати, есть еще надежда на спасение. Лоудеры не подключены к электричеству. Соответственно, бункеры еще не наполнятся. Что это у нас за война? А, они стенку уже делают. В общем, не знаю, пускай сами разбираются, кто из них получает медаль Ашана. Меня-то пока особо волновать не должно. Что с разгрузкой? Все, паровозец поехал. 4, 1. Да, с пропускной способностью, конечно, проблемки будут. Но это фигня, все на самом деле. Сейчас, кстати, можно это все проапгрейдить. Вообще, я хотел... Так, слушай, мне знаете, что надо? Мне нужны портативные дрон-станции. Хоть я не помню, открывал их или нет. Пакетники можно исследовать. Скорость рабочего дрона тоже мне надо. Вот, персональный дрон-станции. Так что, что у нас тут получается в бочке 12 тысяч? Все, в принципе, отсюда можно уже уголь отправлять туда, куда надо, через вторую сеть. Сеть у нас вторая, вот эта. Ладно, я поеду туда, туда. Нет, я сначала здесь настрою, два поезда. И поеду туда, вниз. Что тут, не заморачиваться на этот счет. Так, надо очень быстро. Топливо. Вот, вот так. Название станции. Копируем. Настройки комбинатора. Копируем. Вагон. Добавляем. Все, осталось подключить кабелем. Блин, это на всю схему зашивать. Это делать руками, ну, дичь. Дичь, трэш, вакханалии. И нужно повторить ситуацию сюда. Так. Вагон. Сейчас надо еще расписание будет скопировать. Копируем название станции. Проверяем. Все верно. Подсоединяем комбинатор. Включаем станцию. И чтобы все работало, нужно прокопировать расписание. Сюда. И сюда. Так. Это что-то не работает у нас. Потому что не скопировано. Скопировано. 23. Почему сигнал красный? Потому что нужно авторежим ставить. Вот так. Не забывать. Под один пояс нужно ставить одну станцию депо, чтобы все работало. Можно, конечно, меньше ставить. Но, не знаю. Делать стакеры и лишний геморрой. Зачем? Так, давай сюда. Все. Четыре вагона у нас настроены. Ожидают в свою очередь. Сеть у них у всех одна. Сеть номер один. Все они возят ресурс от источника первоначального до хаба. То есть сейчас, по сути, размножив вот это все блюпринтом, я могу любую руду в целом через вот эту сеть подвозить на свой хаб. Любую мелкую руду. Более крупную руду. Потом можно будет другой хаб поставить. Но мне сейчас нужно для начала сгонзать туда и сделать копию вот этого вот снизу. Копию можно будет сделать просто чертежом, задублировав вот эту фигню. Так, сжижение всяческое. Ай, какая разница. Все равно пока это все настраиваю, оно все исследуется. А мне еще предлагали скорость лаборатории сделать. Я сделал скорость лаборатории, мы бы сейчас опять уперлись в то, что наука стоит. И ничего не исследуется. Ну что, долго. Так, ехать мне надо. Остановись, что ты делаешь? Что ты делаешь? Блин, какая станция поближе? Хаху. Что ты делаешь? Остановись, японский городовой. А наберут по объявлению. Блин. Давай, поехали. Забыла, что можно так сделать. Я надеюсь, он не знает, что с шифтом можно остановить всю эту дичь. Что ты делаешь? Остановись. Была у господина... Так, стой. В Вадима Казаченко песня «Больно мне больно». Вот прямо сейчас, наверное, она бы подошла. Куда? Мой паровоз уехал. Так, надеюсь, ему стыдно хоть чуть-чуть. Что он сделал? Не то, что я просил. Я просил просто накидать вот сюда на руду. Вот эти фиксики, они... У них сбой, видимо, происходит небольшой программном обеспечении. Я просил просто покрыть, обложить козла матами, накидать сюда добытчиков. Больше ничего не просил. Так. Ну, значит. Значит, значит. Временное решение. Просто смысла нет тратить целый блок на какую-то хрень непонятную. Зачем? Не надо этого делать. Если можно, заколхозить, да? Колхозить наши все. Так, колхозить будем точно так же вот отсюда. Сейчас сидят там, наверное, ржут в своих дискордах. Так. Сюда. Я уже забыл, что я делаю-то с этой всей фигней. Ужас. Так, хотя эту хрень, может быть, можно было тут оставить, чтобы не колхозить вот это все. Но нет. Достаточно одного поезда будет. У угля такого мега-расхода просто нет, чтобы его возить тут каким-то гигантским количеством паровозов. Так что хватит с этих месторождений. А здесь нужно заблокировать. Точнее, ограничить вот так вот. Поезда нормально ездили. Елтеновскую станцию. Которая у меня вроде как нету. Но они крафтятся быстро. Так. Где ты? Где ты? А, она у меня, оказывается, была. Поставить сюда. Так. И в бак буду нагружать вот это место. Бункер. И загрузка сюда идет. Здесь нужно повторить то же самое, что было сверху. Так. То же самое, что было сверху. То есть вот это все. В принципе, тут руками можно сделать. Не проблема. Так. Это у нас Network ID первый. Потому что от первой, от руды, от начальной, до хаба. Так. Запрос. Так, это у нас провайдер. Провайдер на 8000. 8000 там однозначно быстро накопится. Дальше. Поезда. Это, конечно, стать не обязательно было бы. И количество поездов сюда нужно сделать один. Хотя можно сделать два. Один уедет, второй встанет. Так. Но здесь тогда нужно обеспечить... Блин. Обеспечить закрытие светофором, чтобы накопитель работал. Ну как-то вот так. Блин. Это надо отключить. А то мне будет вспомнить. К мозгам. Кл. Стены комбинатор. И с этого бака. Перкидываем провод. Теперь это монстройсти. Нужно... Что вообще здесь происходит? Что-то такое. Что делать? Зачем тут какие-то... Кто-то может мне сказать? Делайте колхоз нормальный, человеческий. Выводите все на одну ленту и заполняйте в бак. Можно даже вот так. Зачем костыли велосипеда изобретать? Непонятно. Блин. Кто-то херой намешает. Какая разница? Так, начинаем колхозить дичь. Наш любимое занятие. Так, ну и тут все стандартно. Все стандартно наполняем. Так, это он, наверное, тут излишек скинул в склад. Сейчас, в принципе, станция должна заработать. Вот. Только запрос все равно что-то не идет. 8 тысяч. 17 тысяч. Потому что запроса вот отсюда нет. Скорее всего. Ну да, здесь слишком много угля. Весь его тут не привезти сюда. Пока гигантских количеств не надо. Как только нужны будут гигантские количества, я за параллели просто, и все, она будет работать. Либо можно сюда еще одну станцию поставить. ЛТНС. Ну, продублировать ее, она будет точно так же работать, как это. Так, окей. Это подключили. Дальше нужно будет это подключить. И... Наверное, вот это. Но... Это позже. Можно отсюда уезжать. Так, слушайте. А сколько у нас тут? Да, заполняется оно ужасно медленно просто. Но из-за того, что конвейеры медленные. Так, так у нас станция это называется. 1024 уголь. Темп колл... 10-12 будет. Ты куда у нас за углем поехал, дружочек? Блин, так у него не поймать будет. А, этот за кретиниум, он у нас тут ездит. А вы у нас... Эй, разгружайтесь, да? Желтый цвет обозначает то, что все, доставка идет в данный момент. Доставка идет... Скорее всего, отсюда. Надо там еще одну станцию поставить, чтобы в дверь ездил. Что за дерьмо? Кто так светофору расставляет? Да, пускай из двух станций ездят. В принципе, не критично. Точнее, в две станции. Аналогичную тему можно будет повторить. В принципе, можно здесь тоже самое под уголь было бы поставить, чтобы больше поездов сюда ездило. Так, либо тут ограничение стоит у нас. Хотя... Limit Range 2, почему второй поезд не едет? Непонятно. Либо я что-то не догоняю. И опять туплю. Надо будет потом посмотреть дополнительно. Почему поезда так и хотят меня задавить, а? Кто-то может мне сказать вообще. Кто-то один добрый. Здесь придется Станцию отключать Точно таким же образом... А, ну тут можно сделать Вот так Сюда Так, пошел запрос. Запрос пошел, потому что у нас из бачка красным проводом ничего сюда не идет. Сейчас-то надо исправить будет. Один хрен, да, сюда он поехал. Допиливание напильниками, знаете, ужасная вещь. Блин, без этого... Монструозная схема без этого не обходится. К сожалению. Почему желтый сигнал отсюда идет? Или этот сигнал с лампочки снимается? Чего-то я немножко не пойму. А, ну да. Он от лампочки идет и попадает на столб. Вопрос, куда он поехал только? Не тот. Он как раз-таки, наверное, поехал туда вниз. Что надо проверить? Ну да. Вот это круто вообще. Да. Второй поезд приехал сюда, как и должен был приехать. И у нас разгружается, да? Да, окей. Только почему-то лампочка желтой не была, я вот не понял этого. Почему? Да, в следующей серии придется еще поставки сделать на все производства, где требуется уголь. И может тогда будет бесконечные ресурсы вырубать. Пройдет еще 200 лет, у меня появятся дроны. Может быть 220. Может быть даже 230 лет. Но это не точно, это никто не считал. Пока все это будет настроено. Здравствуйте, игра. Давайте мы будем у вас играть примерно 3 года. А потом что-нибудь сломается, выйдет обнову и у нас все зависит. Так. Как там у нас станция называется? Темп. Кол. 10.26. Поезд зажидать устал, уехал оттуда. Он, кстати, и есть поезд. Ну, давай, поехали. Ну, кстати, как раз таки идея родилась. Вот так вот. Ну, тут, тут вообще надо... Что? Тут надо логику немножко допилить. Так, здесь нужно поставить 4 выходных. С фиксиком Владом я все из головы повлетал. Ну, надеюсь, сейчас все заработает. Больше тут никакой хрени происходить не будет. Вот, вот, совсем вот с этим вот, с непонятным. Что даже пронаблюдаем. Ну, да, она грузится. Аллилуйя. Превозмогли это называется. Более отчаяннее. Что-то хлама тут всякого вообще. Да, это все требует уже голубых банок. Ладно, эту страшную серию каких-то колоссальных фиксов я на этом буду заканчивать. Какая-то мега рутина получилась. Блин, но они не достроили защиту. Ладно, я попрошу их достроить защиту вне запись вот этот угол. Потому что иначе базу оставлять без прикрытия это просто никак. А базу достроить нужно. Тут чуть-чуть времени осталось. Я надеюсь, никто не обидится, если я это показывать не буду. И тут почему-то радары не достроены. Но это радар, это фигня. Вот. Серию на этом буду заканчивать. Если вам рутина вся эта интересная, обязательно голосуйте за это лайком. Пишите комментарии, может, советы давайте. Не знаю. Может, я что-то где-то опять натупил. Расскажите мне. Вот. Следующая серия будет, наверное, через день. Потому что я буду готовить схемки какие-то. И все это буду подключать. Возможно, я вне записи всю эту рутину с ЛТН сделаю. Всю эту настройку. Потому что сейчас вот это делать... Ну, вы видите, что происходит. И сколько времени и сил нужно потратить, чтобы настроить одну станцию. Когда тебе особенно мешают. Вот такие дела. Что ж, на этом все. Всем до скорых встреч. И пока-пока. Продолжение следует...